Всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами джек шепард продолжаем приходить третьего ведьмака в общем-то за кадром я здесь немножко смотрелся сходил к торговцам вот прям в этой же деревне купил себе новую броню которая чуть получше чем моя и в принципе давайте ее прямо сейчас оденем дальше продал всякие ненужные мне вещи заработал денег теперь мне 2400 аренов но также у меня есть и флорены еще насколько я понял который можно кроны обменять в банке вивальди но до этого я думаю нам еще не скоро и так мы искали доказательства того куда вообще могли уйти или кто украл например не знаю жену и дочь вот этого мужика кровавого барона и этот дощечка в прошлый раз не заметил там какая-то какой-то талисман деревяшка и пахнет можжевеловым дымом похоже на народный оберег интересно отчего он должен был защищать кажется здесь больше нет ничего интересного с те еще за кадром попробовал вот этих вот стражников побить за них не дают опыта и после того как убиваешь стражников здесь наверху барона во-первых бить нельзя об этом я сразу могу сказать пишет просто вы не можете быть этого персонажа а если убиваешь стражника то на его месте появляется другой и так до бесконечности то есть ну естественно опыт за их убийство не дают но как уже осмотрелся да осмотрелся кто-то разлил вино наверху здесь повсюду несет вином что случилось должно быть мои ребята ты даешь своим людям ирвелис ох ты ну может и я разлил говорю же я в ту ночь пьяный был да какой то имеет значение то тут вино везде несет в комнате я нашел следы борьбы можешь об этом что-нибудь рассказать следы борьбы чем думаю кто-то на кого-то напал наверное на твою жену или дочь она хотела защититься схватила подсвечник но не попала в нападавшего а только пробила дыру в стене потом они еще дрались я не знаю я ничего об этом в ту ночь я я пьян был ничего не помню я проснулся когда их уже не было вы же здесь не одни живете может твои люди что-нибудь слышали я всех по три раза спрашивал конечно никто ничего не знает значит кого-то подкупили узнаешь этот медальон да они это насилы его последнее время знаешь откуда он у нее понятия не имею нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей ворожей есть старый чудила живет недалеко от больших сучьев вы колдунью еще есть подлесье но я немало знаю она здесь недавно объявилась если они отходила кому-то то скорее колдуну она ведь чужакам не доверяет надо сходить поболтать с этим выражаем только имея ввиду если вряд ли сговоришь что он говорят молодости порешил собственного отца секиры вот и после этого двинулся вроде как он духов видит и скажу ебется меня его личная жизнь не интересует я хочу просто спросить о медальоне отлично ладно барон бывай пока сожалению мне приходится делать для тебя задание я бы хотел конечно все другим путем решить но мне нужна информация хочется узнать куда же цель ушла еще здесь кстати кузнец на определенное естественно краснолюд у него что-то можно по поводу брони узнать возможно смогу какую-нибудь крутую броню него сделать или заказать что-нибудь материала принести я могу служить вот мне нужен мастер-доспешник я ищу кого-нибудь кто возьмется изготовить доспехи очень хорошие доспехи ну что ж я делаю доспехи уже 20 лет и надо сказать кое-чего в этом деле достиг ну да не обращай на нее внимание последнее время она всюду сует свой нос ну так что ж за доспех тебе нужен легкий прочный чтобы не сковывал движение чтобы надевать его без посторонней помощи а что еще может он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать достаточно чтобы он был прочный и легкий достаточно чтобы он был удобный прочный и легкий послушай с доспехами вот какое дело если он прочный то не может быть легким может если есть правильные инструменты такие как у клана тор дорог на ум веке и уанна ты обещала не вмешиваться когда я разговариваю с клиентами не борочь людям голову этими своими скеликс интересную квеста это не сказка мой дед плавал на ум 2 за панцирями потому что люди из клана тор дорог делали самые лучшие как было до недавних пор нас год назад остров разорил великан люди бежали или погибли но кузни то думаю до сих пор там проверить стоит если я найду эти инструменты вы сделаете для меня панцирь да тогда да но только тогда что-нибудь еще об этой кузне известно говорят она была в какой-то пещере на северной стороне острова хорошо если я окажусь на скеллиги попробую найти эти инструменты будьте здоровы найти корабль идущие на скеллиги мастер отлично но я даже представить на не могу какого уровня я должен быть чтобы эти доспехи там получить ночи заказа так следы кликату заказчиком это я на доске здесь взял задание парочку столько заданий такие высокоуровневые есть 8 минут я сейчас делаю на скеллиги 16 уровень ярости вот эти вот задания я сейчас могу сделать но мастер уровень 24 уровня понятно раздобыть подорожную грамотно тоже надо не забыть сделать заданий куча реально просто уйма и это очень классно но пошла теперь-то дверь откроется да да понятно я не знаю все суки с барон ли он такой типа ну естественно за свою семью беспокоиться за дочь за ну ну как дела ведет конечно не знаю теперь как-то я не так чтобы сильно хочу убить плюс еще он озвучил очень очень хорошо актер озвучки поработал который озвучил действительно уж не придраться и вот здесь что мне еще нравится в диалогах вообще но в том как они написаны что они написаны простым языком то есть так как примерно люди бы здесь и общались так это место скорее всего желтал то есть не литературным языком как бы его любит там написать как-нибудь и думаешь ну какой-то прям литературный кружок перед тобой выступает а здесь прям все как бы к ненам человеческим языком ты понимаешь да вот в этой ситуации сажа так бы и говорили и торопись ощущение клубу на тоже ищешь что тебе чего хочу с выражаем поболтать как ты опоздал сейчас мы с ним болтать будем второй уровень обмана убирайтесь отсюда а я-то думал что сегодня будет день без трупа слыхал я что чародеи хорошо платят за органы редких существ интересно сколько дадут за его глаза вот его солдаты я точно буду вырезать лучше не тупые посмотрим что за человек насолил приятелем эдрика возьму стих оружия потом программ пытаться копейки ну вот что-то ценность конечно вещи здесь очень надо будет еще потом посмотреть может меч мне какой-нибудь сделал эй есть там кто открывая не бойся кого духе несут чего он хочет мне нужна помощь у человек а волк седой они старый его товарожи и ждет-пождет узнаешь вещицу сделана из елового дерева пахнет можжевельником она должна была кого-то оберегать свежая ель козьей кровью окроплена кодилом можжевеловым акурина для анны на охрану от чего от чего он ее должен защищать злые силы окружили во владение взять хотели старая магия что родиться из небытия течет из черных истоков старая магия а точнее об этом болтать не можно этого касаться не дозволено ворожей мог дать только чуточку для охраны ничего больше поделать не мог она себе еще в третьем лице говорит она ее дочь пропали ты знаешь где они нет 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 ворожей не знает но духи могут знать ворожей ворожить будет духов спросит пусть будут духи лишь бы понять где их искать 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 лучше княжны княжны никто никто не ищет что еще за княжна княжна коза убежала перепугалась наверное может вернемся где он этому козу надо вернуть без козы без козы не выйдет ты поможешь мне если я ее приведу княжна княжна куда же ты подевалась ладно схожу за ней колокольчик колокольчик любит позвонишь ей она и придет на минуточку только береги земляники и дикой малиной да я их близко не подпускаю это коварное чудище давай искать волков я вижу козы не вижу уж они то я точно идут раньше меня колокольчик еще такой почти не слышно его да медведь ее убил или нет это она нет козу слышу она живая где-то либо внутри пещеры не внутри пещеры как нам может сетт и ступ на дверь так ну ка зачем не гниющие мясо так темно и фонарь там ладно принципе могу взять нет у меня нет фонаря больше смесь вот такой фонарь вот не то факел мой куда-то делся к сожалению вот лежит мертва коза это не она там все таки видимо где-то у выхода из пещеры было ладно буду обратно пошла наверху пошла наверху ну только что же слышал ее прости волк ты был слишком вот прям перед входом в пещеру я слышал козу ага понял ну щас 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 дом поверю еще а все так это его дом и есть господи все вот доедут дальше вперед что дерево забралось что ли а нет все пожил на выражаю ну хоть волков и всех убил понятно что земляники интереснее чем ведьмак серьезно теперь будут там землянику есть пошли ну иди же что мне правда надо все время звонить чтобы ты шла пойдем туда милостивая госпожа за мной ты куда лезешь что она там зачем он на грудь залезал здесь был медведь хорошо что я его завалил ага мне правда надо все время звонить чтобы ты шла пойдем господи ах не было еще такого сложного задания для ведьмака задание после которого он хотел бросить все это дело и уйти в монастырь а все потому что выбесила его коза только попробуй только попри, иди сюда чтоб еще раз козу приводил нежна не убегай от ворожея там же волки козенька коза милая вернемся к каньи и тамаре ты знаешь где они могут быть кровь надо крови живого существа хорошо сейчас вернусь подойдет подойдет и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не было Анны, это ворожба сказала Ну значит так и есть Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может Ну понял, понял я Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены Человек он порывистый Горилки не сторонится А после горилки нрав у него еще круче становится Он издевался над семьей Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить Ворожей старый, слепой Но княжна пришла и руку ей полизала И что же? Мудрый она сверь Только к тем приходит, какие страдают Что стало с ребенком? Без обряда его закопали Вот он и проснулся Блуждает, мести ищет Игоша И музыка такая крутая Так Ну я думаю, это бесполезно спрашивать Мы все равно увидим сами ритуал Что бы там ни было, сначала мне надо найти Игоша А в деталях ничего не поймем В полночищи У могилки пустой Если ты прав, где находится могила, должен знать барон Так, хорошо Вот это вот музыка, которая играла во время спора, очень крутая Надеюсь, она есть в сантреке Ну и не считается чисто эмбентом Так Ну куда скакать я знаю Вперед Можно по пути, кстати, даже заскочить туда в одно место Тут я был, а вот здесь вот Можно посмотреть, что тут Как раз напрямую Девятый уровень Наступных очков Пока не буду тратить Пока мне хватает Квест не особо боевой Ну и вообще квесты пока идут особо без боя Да и я справляюсь Лучше подкопить, я думаю И может отсюда перейти? Нет, нет, я все-таки доскочу Наскочу, посмотрю, что там И потом уже в саму деревню Замок молния ударила Че? Почему там все горит? Давай Понятно, что горит Вот эти бочки Если подтолкнуть К гнезду Можно взорвать Гнездо горит, надо его уничтожить Да, видите, так оно не поджигается Либо бомбочкой, либо бочкой Но катить бочку до этого Сами видите, как получается В принципе, неплохо Гнездо горит, надо его уничтожить Я понял Все, идеально Уничтожили Нет? В прошлый раз получалось Ладно, если у меня есть бомба То я попробую ее кинуть В прошлый раз я так взрывал Да, у меня есть бомбочка Все, теперь скорее туда Перечитать бестиарий Узнать больше обугоше И кто же он? С диктоит Так, Огар Проклятие Егоша В бою поможет Зелье какое-то Масло против проклятых И Аксий Окей, хорошо Сказать, что Егоша отвратителен Это все равно, что утверждать, будто говно Не особенно приятно на вкус Вроде и верно, но всей правды поедать не может Ламберт, ведьмак, школы, волка И Гоша, это, пожалуй, наиболее отвратительный Из чудовищ, с которыми приходится сталкиваться Ведьмакам Он возникает из мертвого нежеланного Ребенка, которого после смерти Даже не похоронили надлежащим образом Выглядит он как сгнивший Новорожденный, искаженный Наполняющим его ненавистью, страхом и злобой Этот мерзкий монстр Обычно питается силой Крови беременных женщин Которые таким образом Постепенно доводят до смерти Ужас какой-то Ну, Аксием и Масла, по-моему, у меня нет Вот так вот И вряд ли я смогу его сделать Ну-ка Масло против Прокритых Я даже не знаю, как его делать Вот в чем дело Ладно, понятно Ну, так справлюсь Главное Акси поставить И он у меня есть Ой, мост разрушен А, есть второй Как хорошо Пойду, есть второе место Либо этот и был основным Ну, я, типа, не особо Понял, да, мы через этот Входили Тут всегда был разрушен Нет, Клотва Спокойно, спокойно Все хорошо Что произошло? Почему? Господи, люди все сразу На улицу вышли А как ведьмак, так был Так никто не выходил И Гоша, что ли? Неужели он подшел? Опять в наш раз Иди уже Знаешь, вот он А я не хочу Освен Где Освен? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде Что? Горит Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся Воронка кошалеет Так пощады не жди У меня брат в конюшне Спасите его Не то живьем сгорит И он и коней Ради коней Попробую Быстрее Потому что ты скорее тот еще гомит А вот лошадок я бы спас Че он его бьет-то? Ладно За шкей надо спасать Коняшки сами не выйдут Я не знаю Сколько дыма Надо торопиться Господи Так понял я Я тебя сейчас заберу Как нам выйти-то? Открыть главные ворота Ну и Вон внизу был знак Но я нажимал Окей Все лошадки спасены Ну ни в чем не иноват Вот он герой За этих лошадок Я тебе прощу Даже тех пидоров Которых ты в корчеме порезал Я знаю Что у твоей жены Был выкидыш Это было до Или после того Как ты ее избил До полусмерти Ты на что намекаешь? На что слышал? Не держи меня за идиот Ты ее много лет колотил В конце концов Они не выдержали И убежали Так? Они убежали от тебя Так? Ну это говорил Что он скотина Блин Казался нормальным Какое-то время Но мои первоначальные догадки И мое отношение к нему Было Обоснованно Собственную жену И ребенка бить С какой надо быть Моразью Садись Ты их бил Я на Тамару В жизни руки не поднял Она Анну Анна Это другое дело Она всегда знала Как меня достать Там нужна Тамара дочь После того Что я видел на дворе Сложно поверить Что для Тамары Ты был любящим папочкой Да и не верь Только она Всегда для меня Была светом в окошке Она могла здесь Делать что хотела Вон спроси любого Она верхом ездила Охотилась Иногда отправлялась В разъезды С моими людьми Это ее присылали ко мне Когда я в бешенство впадал Только она одна Могла меня успокоить Если у нее была здесь Такая безмятежная жизнь Зачем она убежала Если б я знал Ты был бы не нужен Чем тебя так Жена доводила Суп пересаливала Носки не штопала Мы двадцать лет вместе Она меня видела И пьяного И трезвого Нарядом была Когда я победителем Возвращался И побитого Перевязывала Она одна Знает Куда нажать Чтобы было больно И за это Ты ее колотил За то что она тебя Бронила Эх Ведьмак Да что ты понимаешь В общем Может когда-нибудь Я тебе расскажу Ну когда-нибудь Не сейчас Ну я бы вот послушал Ты с самого начала Знал Что они сбежали Знал А почему мне не сказал Ты потратил Мое время Узнай ты Что я за собственной Семьей уследить Не могу Ты б меня Размазней считал И нихера б не уважал Я тебя с самого начала Не уважал Рассказывай все Что помнишь Начиная с дня Победы И в этот раз Я хочу слышать Правду Музыка Шикарней Шагрязь Тогда пил Третий день Отлично работала Пришла Анна И сказала Что они Уходят Я умолял ее Чтобы они остались Она не слушала Я Пытался ее удержать Она Вырывалась И Ну Упала И выкидывала Так ты сам В этом виноват Тамара была там же Она все видела Ну разве что Из-за двери Она в комнат Не входила Точно Жаль Тогда Может иначе Все сложилось Я на нее Едва взгляну И сразу Как-то Спокойнее становится Отлично Отмаза А как же Следы борьбы Которые я обнаружил В комнате Как же Дыра в стене Разлитое вино Мы сцепились Она пыталась Меня подсвечником По башке Оттоварить Но угодила Сначала в стену Потом в столб Я отступил Налетел на стол Ну Разлил вино И Поскользнулся Анна Воспользовалась Моментом И на лестницу Рванула А все время С этим чертовым Подсвечником В руке Я ее на лестнице Поймал Мы упали Я уж думал Все схватил ее Она вывернулась И меня Подсвечником По голове Шарахнула Правильно сделал У меня В глазах Аж потемнело Я Может даже На минуту Выключился Посмотрите Сколько презрения Во взгляде Геральта Что было потом 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 было еще хуже Я Потом снова Проснулся Солнце Заходило А сколько дней Прошло Я не знаю Я думал Все это Гребаный Кошмар Пошел В спальню А Анну Уже не застал Зато Всюду Была кровь Я тогда Уже знал Она потеряла Ребенка У меня Ком Горлу Подступил Я Подошел К кровати И увидел ее Она лежала Там Маленькая И защитная На окровавленных Простынях Мертвая Из-за Меня Я много Мертвых Видел Но это Наверное Жуткое Было Зрелище У меня Просто Ноги Подкосились А я Целые Поля Трупов Видел Под Содданом Как Сжигали Чародейк В Мориборе Видел Но По сравнению С этим Остальное Как Маленькая Писюлька И Виноват Во всем Только я Один Да Этого Мы еще Не знаем Талисман Который Носила Анна Мог быть Как-то С этим Связан С Выкидышем Что Случилось С ребенком Я Девочку Завернул В чистую Простыню И Закопал Вот Так Просто Не думал Я Тогда О Погребении Просто Хотел Чтоб Все Закончилось Уже Я Об Этого Ребенка Смечтал Я Анете Говорил Вот Он Родится На Свет И Все Изменится К Лучшему А Он Умер Прежде Чем Родился Мой Ребенок Умер Понимаешь Ведьмак Он Умер За Твоей Собственной Тупости Возьми Себя В руки Люди Вроде Тебя Когда Ломаются Выглядят Жалко У тебя Сердца Нет Для Того Нас И Подвергают Мутациям Впрочем Есть И Хорошие Новости Твой Мертвый Ребенок Поможет Найти Живого И Твою Жену Как Это Бывает Что Выкидыш Если Не Провести Обряд Погребения Перерождается В Игошу Во Что Сука Подробности Тебе Ни К чему Нам В этом Помогут Узы Крови Которые Связывают Игошу С твоей Женой И Дочерью Как Есть Два Способа Предания Гласят Что Игошу Можно Ритуально Похоронить Под Порогом Дома Тогда Он Превратится В Чура Это Такой Дух Хранитель Который Сможет Привести Меня К твоей Семье Ага А что Второй Способ Убить Игошу И Взять Немного Крови В этом Случа Мне Понадобится Помощь Выражая Не Убивай Моего Ребенка Он И Без Того Настрадался Ты Расколдуй Его Пусть Он Наконец Упокоится Прежде Всего Игошу Нужно Найти Я Покажу Тебе Где Я Ее Похоронил И Я Выкопаю Эту Самую Могилу Под Порогом Она И так Эдак Пригодится Если Превратить Игошу В Чура Не Получится Будет Где Похоронить Нас Обоих Давай Сразу Чем быстрее Со всем Разберемся Тем лучше Лучше Всего Сегодня В полночь Тогда Давай Тут Подождем А Ближе К полуночи Выйдем Я Покажу Тебе Могилу Вели Людям Сидеть По Домам И Пусть Насыпят Под Дверью Черту И Соли И Постарайся Протрезветь Взять Лопату Ну Чтоб Могилу Раскопать Вели Пригодится Только Могилу Раскапывать Не Понадобится Мы Это Делаем Только Ради Жены Еще Немного И Ее Дочь И Мертвый Ребенок Но Не Ради Барона Это Просто Невозможно Ну Что ж Ребят Вот На такой Вот Ноте Мы Заканчиваем Эту серию Это Наверное Была Одна Из Самых Шикарнейших Серий В плане Эмоций В плане Музыки В плане Сюжета Прорисованности Персонажей Вот Алканавты Они Действительно Такие С вами Был Джек Шепард Увидимся В следующей серии Спасибо Что Смотрели Счастливо Редактор субтитров Корректор Субтитров